Телевизионная история нашего государства началась в достопамятном 92-м. Сначала, правда, о днях борьбы и становлении молодой республики узнавали только обладатели кабельного телевидения, из сетей которого государственный телеканал довольно скоро вырвался на просторы широкой аудитории. И это был прорыв. Приднестровье стало обладать мощным, а главное, бескровным оружием. И задавить республику, что называется, на корню стало гораздо сложнее. На этой неделе коллектив нашего телеканала отметил свое 25-летие. Юбилей – лучший повод вспомнить, с чего же все начиналось. Из-за экранного закулисья коллектив Первого Приднестровского выходит, пожалуй, только в юбилейные дни телевидения. Все остальное время телевизионщиков можно увидеть исключительно за работой. Корреспондентов на коротком поводке у операторов на длину микрофонного шнура. Или самих операторов, принувших к объективу в ожидании лучшего кадра. Самыми незаметными остаются работники творческой ТВ-лаборатории, монтажного комплекса и аппаратно-студийного блока. Уважаемые сотрудники КВПМР, дорогие друзья, позвольте поздравить вас с праздником, с 25-й годовщиной образования государственного республиканского телевидения. Хочу сказать, что на ваши плечи возложен непростой труд. Это каждодневное освещение жизнедеятельности нашего государства, работа в органах государственной власти. И это довольно непростая задача. Настоящий профессионал экран. Рост телеканала самым непосредственным образом связан с становлением Приднестрали. Четверть века его деятельность насыщена важными сурганодскими событиями. По историческим масштабам это не такой большой период, но если учесть, что он ввестил в себя самое сложное, годы формирования молодого государства. За многолетний труд и личный вклад в становление и развитие телевидения Приднестровской Молдавской Республики его работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Двое сотрудников удостоились медалей, в том числе телеоператор Юрий Прошичев. На его памяти все этапы технического становления первого Приднестровского. Я начинал работать как раз на стандарте ВХС, потом перешли на стандарт мини-диви, ну вот сейчас уже цифра. Почему остались надолго, на годы? Хороший коллектив, интересная работа, да и просто нравится. Юбилей и есть тот особый случай, когда звучат самые главные слова не только от ветеранов телевизионного фронта, но также нового поколения первого Приднестровского. Мы считаем себя одной семьей, а телевидение родным домом обещаем, что будем не попадать в вас, следовать вашему примеру и делать так, чтобы каждый, каждый житель нашей страны начинал этот день и заканчивал вместе с первым Приднестровским. Уже в 94-м все районы Приднестровья начали бесперебойно обеспечиваться информацией. Возникли корпункты в Дубосаро, Григориополе и Рыбнице. Последующие годы телевидение наращивало объемы вещания и расширяло диапазон своих возможностей, тематику и жанровый характер программ. Сегодня экранная жизнь первого Приднестровского стала гораздо интереснее и насыщеннее. Самую объективную оценку своей работы мы решили узнать у наших телезрителей. Смотрим первое Приднестровское. Утренние передачи смотрим. Нравится? Новости, да, очень. Побольше хороших новостей. Побольше мультиков. Будет интереснее, дети больше будут смотреть. Оцениваю работу на отлично. В последнее время многое изменилось. Вот такая интересная, всегда правдивая информация идет о политической ситуации. Наша жизнь в нашей республике освещается правдиво. Конечно же, чтобы вам государство помогало развиваться, понимаете, это самое. Потому что без помощи государству вы ничего не сможете сделать. Канал работает хорошо и вырос за последнее время. Ну что пожелать первому государственному каналу? Я так думаю, только роста, признание, расширение аудитории. Хотя, я думаю, вас смотрят все. История телевидения Приднестровской Молдавской Республики берет отсчет в достопамятном 92-м, когда официальный Кишинев от угроз перешел к нападению. И Приднестровье оплатило свою независимость кровью своих защитников и мирного населения. Первое то, что первый раз мы почувствовали, что у нас есть телевидение. Мы плакали, обнимались. Вот было такое событие, что вот, ну, хотелось вот верить, что вот и дальше будет все. В Приднестровской Молдавской Республике вообще не досталось ничего от мощности советского молдавского телевидения. Поэтому первые шаги приходилось делать в кабельных сетях. Была когда-то телекомпания «Аскет», которая некоторое время де-факто выполняла роль государственного телевидения. И только уже приблизительно летом 1992 года начали форсированно решать вопрос выхода в эфир. Это и было сделано в июле. Первые самые шаги пробные, а потом в августе 92-го года уже все более сильно и сильно. И, наконец, можно сказать уже, что во второй половине 92-го, начале 93-го года у нас было телевидение, которое на равных конкурировало с телевизионными компаниями соседних государств. А вот работать приходилось, как говорится на честном слове, и на одном крыле. Государственный телеканал начинался с нескольких энтузиастов, вооруженных любительскими камерами. Я пришел в 95-м году каким-то стал красивым. Сейчас, правда, красивее. С чем работали? С кассетами. Кассеты, ВХС-ные, магнитофоны ВХС-ные. Были, конечно, БТК, но БТК это редкость была. Это когда уже на большие каналы что-то надо было, тогда снимали на БТК. У нас было все две камеры, БТК-мовские, с ними работали. Начинали работать в формате видео-хоум-систем, потому что другого не было. Улучшенный вариант супер-видео-хоум-систем. Поэтому качество было очень слабое, но на тот момент на это никто не обращал внимания. Все обращали внимание на кадр, в котором была жизнь республики, в котором была жизнь отдельных людей, в которой были и радость, и трагедия. Ну, соизмерима тому времени. В 2000-х эфир государственного телевидения продолжился уже в формате цифрового вещания. Так начался новый этап нашей истории. Телевидение сегодня – это результаты деятельности творческих лабораторий самых разных редакций, в том числе молдавской и украинской. Возможности и силы в свободное от основной работы время здесь находят и для смелых экспериментов. Так, в минувшем апреле Первый Пренестровский стал организатором концерта памяти Виктора Цоя, который в культурной жизни республики многие сочли главным событием года. Редкая преданность профессии, увлечённость делом, творческий энтузиазм сотрудников, то, что заставляет работать локомотив телевидения, который неуклонно, не замедляя темпа, движется вперёд к новым рубежам телеэфира. Нас ожидают только перемены к лучшему. Проекты в любом случае новые будут, потому что этого просто требует развития телевидения. Утренний эфир немножко переместится в вечерний, для того, чтобы мы могли развлекать зрителей, создавать им хорошее настроение в любое время суток. И, конечно, мы пойдём по пути того, чтобы было больше общения, больше разговоров на самые актуальные темы. То, что всегда интересует зрителей, это и есть запрос времени, и мы на него ответим адекватно. В профессии тележурналиста немало общего с военной службой. Наглядный пример – будни работников редакции новостей. Живут здесь по-походному. Традиционное извещение «на съёмку» звучит, как команда в ружьё. И что самое неприятное в этой работе, и новичкам доставляет особенные трудности, никогда не знаешь, на какую амбразуру тебя бросят завтра. Я помню, я тогда ещё была стажёром, и мне сказали делать сюжет под эфир. Это был концерт «Соя». Кстати, масштабное событие для Приднестровья. Я тогда очень переживала, съездила на съёмку, вернулась, всё, села, давай быстро печатать. Мне там предлагают помощь. Я говорю, нет, нет, не надо, я всё успею. Спустя 10 минут понимаю, что я ничего не успеваю. Прошу корреспондентов мне помочь. Мне там помогало человека три, наверное. Настолько сплочённый коллектив. В новостях мы все рекорды ставим каждый день. Не секрет, что главное для корреспондента в новостях – это успеть в эфир. И порой времени на подготовку материала по тем или иным причинам мало бывает. Иногда приходится даже выдавать новости уже в эфире, писать их и монтировать. Каждодневные прыжки выше головы, согласитесь, удовольствие сомнительное. И тем не менее, характер этой профессии выковывает ещё тот. Все здесь работающие, что называется, проходят огонь, воду и медные трубы. А ещё получают уникальную возможность освоить сразу несколько телевизионных специальностей. На телевизион я попал 6 лет назад. Конечно, моя профессия на тот момент никак, никаким образом не была связана с телевидением. Спасибо, конечно, моим коллегам, которые меня этому всему научили, ребята-монтажёры. Всё показали, всё объяснили. И со временем, конечно, я уже влился в коллектив, начал работать. И вот буквально полгода назад так получилось, и меня заинтересовала работа диктора. Я начал заниматься речью, попробовал себя в студии, понял, что у меня есть какие-то шансы. И сейчас работаю диктором. Звучайных людей здесь точно не бывает. Причём телевизионщиками не только становятся, но, похоже, ещё и рождаются. Я всегда говорила и говорю, что всё начинается с детства. Какая вот твоя любимая игра, мне кажется, с тем будет связана и твоя профессия. Моя любимая игра была взять газету, сесть перед трюмо, в одно зеркало читать политику, в другую, всё остальное, а в третье зеркало спорт и погоду. Необъяснимо, но факт. Те, кто работает по обе стороны объектива и каждый день выходят в эфир, оказавшись под прицелом телекамеры, тоже волнуются, причём не меньше своих респондентов. Не в кадр, не в кадр, на улицу можно. А мне откуда знать? Я же постоянно вопросы задаю. Да, мать, поехали. Я уверена, что для каждого сотрудника нашего канала телевидения это не просто место работы, это наша общая семья. Мы растём вместе с телевидением, мы развиваемся, меняется облик нашего телевидения. И всё это для нашего зрителя. Знак равенства между жизнью и профессией. Здесь, не задумываясь, поставит каждый. Воспринимают эту формулу по-разному. Я думаю, что если не любить эту работу, то здесь надолго не задержишься, потому что здесь нужно все силы отдавать работе, здесь нужно чем-то жертвовать всегда, постоянно, каждый день. И тем живём, на том стоим. И ещё долго стоять будем. Ведь если профессия – жизнь, значит это всерьёз и надолго. Вопрос, похоже, риторический. Ольга Кансур, Александр Тыш, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский телеканал.